Всем привет! Вы на канале Кэти Блог и сегодня у нас рубрика контрольная закупка. Как вы уже собственно догадались, говорить будем сегодня об одном и том же продукте, о таких вот скрабах, эксфолиантах, пилингах для тела от DAV. Вообще торговую марку DAV я люблю. Они очень часто радуют нас различными новинками, различными какими-то инновациями, новыми текстурами, новыми формулами. Мне нравится то, что они делают и поэтому я за протестировать всегда всякие разные новиночки. Другое дело, что к сожалению в Украине этих продуктов нет. Насколько я знаю в России они продаются в открытом доступе, их можно достать в принципе любому человеку где угодно, но у нас можно заказать на сайте на Тино, откуда собственно заказывала и я. Там очень часто появляются всякие разные коллекции, например Maybelline Puma появились где-то за месяца полтора, как они появились в Украине. Поэтому если вы любитель всяких разных новиночек, если вы любите пробовать новенькое, то рекомендую вам заглядывать туда. И также если вы снимаете видео, если вы блогер или ведете инстаграм о косметике, то имейте ввиду, что там новиночки появляются быстрее всего. Вот такие вот именно всякие разные из масс-маркета. Вот эти штуки там появились наверное уже месяца два назад, у нас их нет до сих пор. Я ждала пока они у нас появятся в продаже, для того чтобы не травить душеньку, для того чтобы показать их тогда, когда уже в принципе каждый сможет их приобрести. Но к сожалению они так и не появились, а я их уже все протестировала и готова вам рассказать. Давайте начнем с цены и внешнего вида. Здесь довольно-таки большой объем, целых 225 миллилитров. Как по мне, это очень даже минималистичный, такой простой дизайн, обычные коробочки, разноцветные крышечки, такие милые, хорошо смотрятся в ванной комнате. И цена, объем, качество, как по мне, вполне себе приемлемые. Они прекрасно становятся вот так вот друг в дружку, поэтому если вы приобретете сразу несколько баночек, то они прекрасно будут храниться друг на друге. Другое дело, что я их не хранила именно в душевой кабине, я их хранила на полочке в ванной, для того, чтобы вот эти все вещи не раскисли, хотя они вроде бы клеенчатые и должны длительный период времени выглядеть хорошо. Насколько я помню, произведены они в Германии, да, вот, сделаны в Германии. И есть всего лишь три вида, может быть в Германии или в какой-то другой стране есть больше, но нанотина и то, что я нашла в интернете, это три вида, других не нашла. Поехали по текстуре. У них у всех одинаковая текстура, да, кстати, у них еще есть вот такая вот крышечка предохранительная, что очень даже хорошо. Касаемо текстуры, у них у всех одинаковая, такая вот достаточно плотная, я бы сказала маслянистая текстура, у них очень много скрабирующих частичек в этой текстуре, и сами скрабирующие частички напоминают песок, что ли, они очень-очень мелкие, они очень хорошо отшелушивают, и смотрите, вот здесь у нас есть красные вкрапления, точно такие же красные вкрапления, похожие на косточки малины, они есть в гранате, вот в этом розовеньком, и здесь вот они зеленые в киви, или черные, такие, знаете, короче, темно-болотные, и получается цвет между зеленым и черным. Рекомендуется все их наносить на влажную кожу, массажными движениями производить отшелушивание, и потом смывать. Я пробовала наносить несколькими способами, пробовала на влажную кожу, на мокрую кожу и на сухую кожу. Так вот, при нанесении и массировании на сухую кожу, как не рекомендует производитель, получается достаточно такое сильное раздражение, кожа красная, кожа начинает чесаться, поэтому на сухую кожу я не рекомендую вам наносить, действительно наносите на влажную или на мокрую. Если вы наносите на влажную или на мокрую кожу, то расход получается минимальнейший, если вы наносите на сухую кожу, то это похоже, знаете, больше не на пилинг, а на скатку какую-то, и на расход, конечно, получается немножко побольше. Теперь, что касается, собственно, свойств каждого из этих средств, начнем с макадамии. Здесь у нас макадамия и рисовое молочко. Это средство у нас питательное, оно предназначено для увлажнения кожи, для отшелушивания омертвевших частичек, собственно, все они предназначены для отшелушивания омертвевших частичек, увлажнения кожи, напитывания кожи, и также они обещают придать коже нежность и эластичность. Что касается моих впечатлений, они действительно достаточно сильно отшелушивают, они действительно очень хорошо удаляют омертвевшие частички кожи, но в плане питания, даже вот это вот средство с макадамией, оно не дает того питания, которое дает, например, скраб от Джованни, который горячий шоколад. Это и близко не тот продукт, то есть после него все равно вам через полчаса, через час захочется нанести крем, потому что кожа будет этого просто требовать. Но в плане обновления кожи, почему бы и нет, очень даже неплохой продукт. Следующий скраб, он у нас лечебный, он чуть более жидкий, чем предыдущие. Кстати, да, я не сказала по поводу аромата, у этого средства аромат самый-самый простой, а у вот этого вот киви и алоэ и у этого гранатового аромат очень приятный, очень классный, очень крутой. Вот за это я очень люблю средства масс-маркета, потому что они, как правило, радуют вот такими вот приятными, супер классными отдушками. Но имейте ввиду, отдушка это аллерген, поэтому если вы склонны к аллергиям, то обращайте на это внимание. Вот так вот выглядит, абсолютно такая же текстура, разница лишь в том, что цвет здесь более розовенький и немножко другая отдушка. Очень приятная, очень такой вот, знаете, сладковато-свежий аромат. Я не знаю, как может быть сладкий и свежий два в одном, но вот у меня такие впечатления о нем. Здесь у нас косточка граната получается и масло ши. Этот скраб у нас уже считается лечебным, по крайней мере, именно так его позиционируют на сайте Notino. Но я бы не сказала, что они слишком отличаются вот по свойствам друг от друга. Да, если сравнивать эти два скраба, то этот более питательный, чем этот, то есть он более увлажняющий. Но все равно его увлажнения недостаточно. Если сравнивать вот эти два скраба, то я вообще между ними не вижу абсолютно никакой разницы. Мне кажется, они идентичны, только ароматизатор у них разный. Но, опять же, в таком случае производителю не нужно было бы делать два разных скраба. Поэтому, наверное, если пользоваться ими какой-то более-менее длительный период времени, то разницу за месяц можно. Так, и еще один скраб, вот такой вот у нас. Я его использовала для того, чтобы скрабировать руки, локти и вот эту вот часть, да, к локтю. Он уже, снова-таки, более плотный, чем вот этот вот с гранатом. Он примерно такой же по плотности, как масло-ши и, возможно, даже самый плотный из всех предыдущих. Но скрабирующие частички, как видите, у него точно такие же. Косточки такие, ну, почти черные. И, наверное, все-таки запах мне больше всего нравится у киви. Вот сейчас сравнив, да, два запаха одновременно. Запах киви мне нравится больше, чем запах предыдущих. Скрабирующие частички мне очень-очень напоминают морской песок. И по размеру, и по ощущениям, видите? Этот скраб уже позиционируется как смягчающий. То есть у нас три скраба. Питательный, смягчающий и лечебный. Если мы будем говорить конкретно о составах этих средств. Конечно, они все очень близки, очень близки. Но, тем не менее, у всех этих средств и есть различия в составе. Поэтому говорить о том, что это один и тот же продукт с разными ароматизаторами не стоит. И если говорить, подводить черту, да, и говорить, что же это за продукты и кому они подойдут. Они подойдут в любом случае тем, кто привык делать скрабирование всего тела хотя бы раз в неделю. Это довольно-таки бюджетный, довольно-таки работающий в плане скрабирования. Довольно-таки приятный в плане использования, в плане аромата и прочего продукт. Поэтому тем, кто любит скрабы, я могу рекомендовать. Что касается каждого отдельно взятого продукта, говорить, что это питание я не могу. Несмотря на то, что в составе есть довольно-таки много различных экстрактов, масел и всего прочего. Моя кожа не напитывается с помощью этого скраба. Да, она отшелушивается, но никакого питания я от него не увидела. То есть, если я возьму, например, тот же скраб, который у меня сейчас в фаворитах от Джованни. И сделаю скрабирование с его помощью. Да, он дороже значительно и, возможно, он даже расходуется быстрее, чем дав. Но я после него вообще никогда не наношу увлажняющий крем. А после дав мне увлажняющий крем понадобился буквально через полчаса. Потому что я увидела шелушение просто на коже. Да, и мне нужно было увлажнить кожу. Поэтому вот этот вот питательный скраб для тех, кто захочет не только отскрабировать, но еще и напитать кожу, я не рекомендую. Что касается смягчающего скраба, вполне себе отлично справляется со своей задачей. Возможно, вам даже не захочется увлажнять кожу, если вы не склонны к шелушениям. Да, если ваша кожа не слишком сухая, то вот этот вот смягчающий скраб вам понравится. Он будет исполнять свои задачи. Плюс ко всему он достаточно густой и он очень экономичный. Вот этот вот скраб самый жиденький и он получается самый неэкономичный. Я не понимаю, что он должен делать, если он лечебный. Что он должен лечить. Но учитывая то, что здесь есть гранаты масла шеи, я думаю, что он должен немножко как бы освежать кожу теоретически. Он должен, видимо, убирать вот этот вот роговевший слой и заставлять кожу сиять и увлажнять ее. Справляется ли он со своей задачей? Ну, так себе справляется, скажем так. Поэтому из всех этих трех скрабов, на мой взгляд, лучше всего выполняет свои обещания. Это скраб, который киви и алоэ. Больше всего понравился в использовании, наверное, все-таки, опять же, киви и алоэ. Поэтому я его один оставлю себе, эти отправлю на Ченжет Бьюти. И действительно могу рекомендовать этот продукт как бюджетный скраб для тела, для тех, кто любит скрабы для тела. Но как супер классное, супер вообще какое-то стоящее внимание средство, я не могу сказать, что это прямо-таки вау. То есть, если скраб для тела Джованни, опять же, который я миллион раз упомянула в этом видео, я рекомендую хотя бы раз попробовать все, то здесь я не могу так сказать, что бегите быстро в магазин или бегите на Натину и заказывайте все. Но как вариант, в принципе, могу порекомендовать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ароматы есть у вас этих скрабов, какие продаются у вас в магазине и какие ваши любимые. На этом все. Если видео было вам интересно и полезно, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся очень-очень скоро в следующих видео. Пока-пока. До скорых встреч.